всем привет друзья с вами канал копилка садовых советов сегодня друзья мы снова находимся у меня в теплице и сегодня изумительный денек на улице светит солнышко и вся теплица превратилась в летний такой прекрасный сад так как тут все нагрелось все зеленое и очень здесь приятненько гулять также помимо того что сегодня такой просто изумительный день еще сегодня очень важный день очень важный день для цитрусовых в плане того что сегодня друзья мы начинаем их удобрять так как уже вот с февраля месяца уже можно посмотреть уже начинаются приросты и для цитрусовых несмотря на то что сегодня еще только начался последний месяц зимы но у цитрусов уже началась весна раз началась весна значит нужно их удобрить чтобы они прекрасно стартанули чтобы имели сил нарастить листву выносить плоды и вообще прекрасно себя чувствовали чтобы не было допустим как вот здесь желтых таких листочков были такие вот как на лимончик и аркабалена вот зелененькие прекрасные для этого надо цитрусы наши удобрять и сегодня друзья я хочу рассказать как я удобряю в течение года какими именно удобрениями и в общем обо всем попозробнее смотрим дальше итак друзья перед вами три препарата которыми я удобряю весь год и каждый в определенный период и перед тем как объяснять кого в какой период я хочу сначала объяснить что такое НПК для тех кто не знает так как это очень важно а потом уже объясню кого в какой период я применяю из этих трех препаратов и почему важно понимать что такое НПК итак на каждом препарате есть вот такое вот значение это и есть то самое важное НПК вот к примеру на рост концентрате начало веетации НПК 577 это процентное соотношение азота фосфора и калия это как переводится НПК итак зачем же нам эти НПК что они делают вот к примеру азот азот это строительный материал для клеток растения фосфор это макроэлемент который важен для развития корневой а калий в основном нужен для набора сахаров в плодах для развития их завязывания кстати почек и также очень важный для сока растений когда он когда калий поглощается сок растений стает более вязким и кстати менее не впустим для вредителей это очень важно и так друзья ну вот такие основные небольшие характеристики по НПК а теперь же давайте разберемся в какой период какое удобрение я применяю итак друзья так как мы разобрали что такое НПК то вы уже наверное поняли что вот это именно удобрение оно предназначено не именно для цитрусовых и вообще не нужно смотреть на то написано это для цитрусовых или как вот здесь допустим для помидор там перцев яблок и других растений то есть самое главное на что нужно обращать это на формулу итак смотрим этот препарат называется Росконцентрат начала вегетации так как в нем больше азота на нынешний момент формула то соответственно в начале вегетации когда растения начинают расти и для строительства новых клеток им нужно много азота то нужно применять Росконцентрат азотный ну можно конечно это в Украине у нас Росконцентрат в других странах может другое какое-то удобрение похоже на это мне нравится он потому что здесь еще есть гумат калия это тоже немаловажно и я думаю благодаря этому растения очень хорошо выглядят ну в общем можно подобрать хороший препарат такой же если у вас такого нету как у нас и главное будет смотреть только на НПК применяю его с начала сезона а именно с 1 февраля и аж до 1 июня так это первый препарат дальше с 1 июня я применяю удобрение мастер так как я не нашел более менее подходящего удобрения типа Росконцентрата с гуматами я нашел удобрение мастер здесь формула азот фосфор калий в равных пропорциях и вот именно в летний период нужно такое сбалансированное удобрение которое будет развивать все в разных в равных позициях для этого мы берем удобрение мастер 2020-20 и применяю я его с 1 июня по 1 августа так следующее удобрение удобрение Росконцентрат калийный это удобрение я применяю с 1 августа и аж до 1 ноября здесь у нас формула азота по минимуму фосфор калий по максимуму то есть в этот период как раз будет у нас наливаться плоды и набирать они сахара созревать вот для этого нам уже нужен более калийный препарат и как раз для подготовки для ухода в зиму набора вязкости для жидкости у клеток растений вот для всего этого нам нужен Росконцентрат калийный напомню с 1 августа по 1 ноября это друзья были основные препараты которые я применяю и в принципе их может хватить но иногда нужно уходить вот этих препаратов из-за определенных условий и сейчас я расскажу о нюансах и о других препаратах удобрениях которые можно применить итак друзья только же я вам рассказал про удобрения которые применяются методом полива под корень а сейчас хочу еще немного добавить про удобрения которые применяются по листу вот эти кстати можно их применять тоже под корень но я именно вот эти три препарата применяю по листу и сейчас объясню зачем бывают такие ситуации когда вот допустим цитрус у тебя вроде бы уже листья пошли в рост и все как бы хорошо но листья желтые идут и ты применял удобрения но все равно листья идут желтые в чем может быть причина объясню в начале сезона особенно в такой период весна корневая может не проснуться бывает такое что вот холодно корни еще немного остывшие можно сказать холодные и они не качают удобрения те которыми вы полили и из-за этого хоть вы и полили удобрения но она не дошло до листья а при росте уже листья сами нагрелись и пошли в рост как положено по сезону вот в таком случае можно применить удобрения не по корням а по листу вот вот такой препаратик спрах опять же это у нас в украине каждый будет подбирать в своей стороне похожие препараты здесь у нас есть формула также можно и по корням и по листьям работать но я работаю именно по листьям здесь есть железо очень важное для того чтобы листья были зеленые и формула у нас здесь 10 10 15 я этот препарат уже не одноразово использовал и мне он очень нравится вот когда действительности в начале сезона вот ты видишь листья желтые и ты удобрил азотом зарядил в начале но и все равно они не зеленеют листья вот можно применить вот такой вот препаратик смарахт листья стают довольно зелеными не нужно железных купоросов мешать как вот раньше допустим делали сейчас все намного проще такой вот препарат так второе кальций кальциевая селитра и калиевая селитра зачем вот эти два препарата нужны бывает такая ситуация как то вот начало сезона вы допустим удобряете азотными удобрениями цитрусы они очень вкусны делают очень вкусный сок для вредителей и бывает такое вот очень многих клещ мучает и когда вот клещ очень сильно распространяется чтобы его загасить можно не только обрабатывать там химией а можно еще сделать вот методом удобрения немного ему ухудшить жизнь каким образом как я перед этим еще говорил вам калий калий он делает более вязкую жидкость в клетках более вязкий сок и более невкусные для вредителей кальциевая селитра делает более твердые стенки у клеток то есть клещу будет тяжелее прокалывать их и вот допустим когда же можно применять эти препараты вот допустим вы удобряете азотом вот начало сезона а потом видите что у вас расплодился очень клещ вы будете допустим обрабатывать каким-нибудь акарицидом и к акарициду вы можете добавить еще вот эти два удобрения которые также вам помогут с борьбой с клещом вы пропустите одну обработку азота который делает более вкусный сок а наоборот ухудшить жизнь вашим вредителям которые мучают ваши растения так что вот такие еще препараты удобрения можно использовать для наших растений ну друзья я вам примерно объяснил что я применяю и когда для удобрения своих растений надеюсь я вам помог если вы что-то не разобрались задавайте свои вопросы ниже под видео в комментариях я буду рад вам ответить помочь ну а на этом друзья я буду заканчивать я также как и многие сейчас начну править проводить первое удобрение моих цитрусовых удобрять я буду росконцентратом азотным вот этим это будет первое удобрение второе я проведу с марагдом так как думаю не вся корневая не у всех хорошо проснулась и росконцентрат не на все подействует ну а для начала все таки все равно я заряжу азотом его как положено а дальше уже буду смотреть по своих растениях ну а на этом друзья я буду прощаться если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до скорых встреч новых видео всем пока